всем привет здравствуйте студия изо и керамики молодежного клуба прожектор я анна борисовна приветствуем всех в новой компании земля щебечет земля поют земля бегает прыгает ползает стрекочет и сегодня мы поговорим о тех как раз кто ползает смотрите какая чудесная компания нас собралась как много у нас тут улиток да конечно для садов и огородов они приносят много хлопот но иногда кто-то держит даже таких дома красотулечек выращивает кормит и любит как домашних зверушек вот какая у нас большая улитка из пластмасса у нас много сегодня ведь разных улиточек из разных материалов вот это вот пластмассовая красавица которая сделана промышленным способом я думаю что она отлита форму раскрашенная у нее много много деталей очень красивый панцирь очень красивый есть у нас и другие улиточки вот например такие хорошенькие улиточки смотрите это восковки но не сделаны из воска и ждут своего часа чтобы превратиться из восковых бронзовых бронзовых я делаю их когда-то ножом из кусочка воска и горячим способом тоже выбирала лишние вот такие вот они у меня получились симпатичные прозрачные осколочки а есть у нас сегодня еще и керамические улиточки вот они наши керамические улиточки но и керамические конечно пока только глиняные потому что кирилл керамическим они станут как-то побывает муфельной печи вот но сегодня мы с вами попробуем как раз сочинить каждый свою улиточку из глины но давайте друзья пока уйдем со сцены и дадим место следующем еще не получившимся но тем не менее уже держащимся в голове идеям так ну что же у нас сегодня белоргущаяся глина мы берем небольшой кусочек небольшой чтобы очень долго с ним не мучиться и не развлекаться так но смотрите вот примерно такой кусочек до глины и мы начинаем его как обычно рассказывать раскатываем моего сегодня в морковку но морковка у нас в отличие от предыдущих наших морковных форм будет длинная большая вот такая вот у нас морковина обратите внимание очень толстая сторона и тоненькая тоненькая такая вот постепенный конечно плавный переход от широкого к тонкому но тем не менее сегодня поскольку у нас белая глина у нас и белый шликер конечно да вот у нас белый шликер и мы намазываем с вами нашу колбасу колбасочку морковную такую вот так приличненько намазываем намазываем и начинаем скручивать и и с широкой стороны вот так аккуратненько видите я ее поджимаю и начинаю скручивать 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 и прихожу вот сюда в начало вот прихожу в начало и как вы понимаете уже какая-то форма похожая на улиточку у нас есть но мы ее слишком забили много шликером поэтому как вы помните мы берем аккуратненько кисточку мягкую и убираем лишнее вот так вот прямо мы вытираем лишний шликер кистью и обязательно убираем с кончика кисточки то что на него насела налипла вот так вот аккуратненько смотрите вот на прямо аккуратно аккуратно по форме прямо видите кисточка лет по форме по форме глиняного завиточка ну что уже наверное можно сказать что все у нас есть мокрая тряпочка мы вытираем руки вытираем вытираем как обычно вот ну что же и беремся дальше за дело вот у нас уже есть заготовка теперь мы делаем ей опору вот так вот прямо видите опора получилось так хорошо ну а теперь формируем улитки головку улитка может быть у нас разная как обычно я всегда говорю и с ящеркой было тоже самое любопытная равнодушная желающая что-то найти покушать или смотрящая куда-то в сторонку а может быть мечтающая и смотря смотрящая в небо всякое может быть с нашей улиткой настроение не может меняться но это настроение конечно задаете ей вы как авторы своей работы берем маленький кусочек блины маленький катаем из него вот такой вот смешную формочку формочку и намазываем эту форму посреди шликером это будут улитки рожки об загибаем улитки рожки примазываем к шее и сторону окончания головы вот такие маленькие рожки получились у нашей улиточки вот ну а уж что касается ее морды лица и и окончания шеи вот уж мы можем придумать самостоятельно что тут есть делать остренький носик носик более тупой плоский носик какой хотите в общем улитку сделайте в своем характере как он вы хотите но я вам советую немножко вот здесь вот чуть-чуть все-таки подмазывать и приклеить вот хотя с другой стороны его хозяйская ну вот смотрите вот у нас уже есть такая вот замечательная заготовочка почему заготовочка ну потому что мы ее должны еще превратить красавицу мало того что она у нас умница она у нас должна быть еще и красавица берем что-нибудь такое красивое симпатичное что может отпечататься правда что может отпечататься я возьму палочку свою любимую палочку от мороженого и пройдусь по панцирю так аккуратненько аккуратненько до самой подошвы ну что начало положено у нас уже есть середина орнамента ну а теперь все что касается боковых частей не знаю как не знаю как ну наверное вот так тринк 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 я все понимаю такие панцире улиток никогда не встречаются но сделаем ей домик красивым пусть она не будет исключительный просто вот единственный и неповторимый дом для улитки вот так похоже на колесо ну может быть может быть ну ладно 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 не будьте так критичны и посмотрим что получится у вас так ну а здесь пройдем вот так например да ну и с другой стороны стороны наверное также о ее провалилась не надо очень глубоко печатать потому что получается уже не орнамент от дыра вот но я исправляющаясь не буду хотя если у вас что-то получилось не так вы просто берете маленький кусочек конечно желательно чтобы он сел на шликер вот так вот закрывается видите зашпаклевываете просто кусочком потом немножко затирается кисточкой и заново отпечатываете все в порядке ну что же вот она улитка вот она улитка но улит еще нету ничего никаких орнаментов на на ней самой панцир там и есть сделали а вот сама улиточка пока у нас еще не очень красивая очень хорошо было бы вспомнить какая же улитка там она есть а если не вспомнить то посмотреть а если не посмотрите не вспомнить то придумать что тоже для нас всегда вариант хороший придумать самостоятельно сделать ей такую вот узорную шею узорную шею вы же знаете как улитка вытаскивает свою голову из панциря иногда она вытаскивает и шея получается длинная длинная иногда иногда она боится скромничает или стесняется и не вытаскивает вообще что глазки будем делать можно сделать глазки а можно и с этой стороны посмотрите тоже да вот так вот третья с этой стороны тоже пройти немножечко немножечко орнаментом пройти но конечно немножечко то не получится потому что хочется сделать хорошо то есть хочется покрыть все 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 гулли . она ментом это получается какая-то немножко такая непонятка почему это где то есть а где то нет что же она у Заболела, что ли, ветрянкой? Нет, она у нас не заболела. Она у нас будет вся теперь в такой вот маленькой-маленькой чешуйке. Вот улитка-рыцарь в чешуе, как жар-горя. Оп-оп-оп. Вот такая вот улитка у нас будет рыцарская. Вся в панцире, в панцире, в панцире. Что мы будем делать с глазками? Ну, что-нибудь добудем. Я предлагаю сделать глазки, вот, например, вот такие. Раз и два. Вот такие глазки. Такие оленьи глаза у нашей улиточки. И маленькие, совершенно малюсенькие, буквально незаметные, маленькие шарики, которые прилипают и тонут в шликере. Вообще уже становятся никакими. Но, тем не менее, мы должны их туда посадить. Вот, посмотрите, в глазничной впадинке сажаются шарики глаз. Сейчас сажаются шарики глазиков. И неважно, что там у улитки на самом деле, есть или нет их вообще, этих глазиков. А мы возьмем и сделаем, потому что у нас декоративная улитка. Можем себе позволить, потому что мы такие придумщики. Вот потерялся шарик, и опять вот оно в шликере. Но это даже и неплохо, потому что чем больше он будет намазан, тем лучше для нас. Так, улиточка какая-то получилась у нас страдающая. Немножко с какими-то измученными глазками. Давайте мы сейчас сделаем ей взгляд. Взгляд мы ей сделаем, чтобы она смотрела. И она уже стала такая очень серьезная улитка. Даже это может быть улит. Ну ладно. Дышит, не дышит на самом деле, а у нас будет дышать. Похоже на козу. Ну ладно, пусть будет. Есть виноградные улитки, а у нас будет козлячья улитка. Да, развлекаться, конечно, можно до без конца. Но самое главное, чтобы это было. Так, ну что ж, теперь надо ее посадить куда-то. Где она у нас будет ползать? Она же не может. Она же должна что-то кушать. Она же должна где-то жить. Поэтому давайте придумаем ей сейчас листочек. Придумаем ей поверхность, среду обитания, на которой она будет жить. Ну, листик проще простого. Правильно делается? Мы же с вами все знаем. Мы берем шар. Берем шарик, да? И делаем морковку. Только морковку вот такую мы катаем. Да, уже теперь. В руках как конус. Вот она у нас морковина, морковище. Я бы сказала даже морковище. Вот такая вот морковище. А теперь кладем и разминаем. Разминаем, разминаем. Превращая, превращая все это замечательное морковное удовольствие. Листочек. Вот кончик немножечко, да, сделаем потоньше. Здесь немножечко листик сделаем пошире. Разминаем ладошечкой. Стараемся не доводить до трещин. Вот. Но тем не менее, вот какой-то вот такой вот листочек мы сейчас нашей улиточке предоставим для того, чтобы ей здесь хорошо жилось. Ну, это пока что еще заготовочка. Так, берем и проделываем вот такой вот желобок. Да? Теперь намазываем шликером. Намазываем шликером и вкладываем в заготовленную мной заранее, а вами прямо на ходу, вот такой вот маленький жгутик. Это серединочка. Ну, и у нас остался длинный-длинный хвост. Мы сейчас его приделаем. Знаете, во что? В черенок, конечно. Конечно, в черенок. Ну-ка, давайте-ка сложим пополам. Потому что тонкий черенок нам не нужен. Вот так вот, смотрите, приклеиваем к изнаночке листочка, да, и соединяем вместе, вот так вот, две колбаски вместе. У нас получился череночек такой уже толстенький достаточно у листика. Вот, мы теперь его еще вот так вот немножко приплющим. Смажем его вместе, чтобы вот здесь вот не было, чтобы вот здесь вот не было такой вот разделительной полосочки. смазываем с одной и с другой стороны. Ну, и что же мы имеем? Мы имеем вот такой вот черенок. Мне он даже очень нравится. Вот так загнули, загнули. Ну, а дальше идет уже работа. Ну, давайте перевернем. Хорошо, примазали. Давайте примазали правильно. Изнаночная сторона должна быть красивой. Иногда я начинаю об этом забывать. Напоминаете, напоминаете сами себе, если вы что-то забываете. У нас есть жесткая кисточка, и мы можем вот так вот аккуратненько убрать лишний шликер жесткой кисточкой. Если улитку не надо было жесткой кисточкой подправлять, все-таки у нее должен был сохраниться панцирь в форме. Ну, вот так. Ну, а теперь, мои хорошие, давайте уже думать, как нам сделать листочек красивый и пластичный, да? Как нам его сделать красивым, чтобы улиточка не только с удовольствием его кушала, но и с удовольствием на нем сидела. Вот, чтобы он был у нас красивый такой. Получился, получается, листочек какой-то то ли лопуха, то ли большого конского щевеля. Ну, собственно говоря, без разницы. Улиткам все вкусно на самом деле. Я думаю, что в данном случае, в данном случае. Так, ну что ж, вот оно получилось вот таким вот образом. Чего не хватает? Ну, да, можно, конечно, вот и как-то вот еще тут и подумать о том, чтобы что-то провести такое, чтобы было похоже на прожилочки. Листик немножечко оживить, чуть-чуть листочек оживить. Обратите внимание, каждый раз я вытираю инструмент после прохода по глине. Почему? Ну, потому что образуются дрезнинки, маленькие козявочки, которые, если не убрать с кончика инструмента, они опять следующим проходом уже зацепятся у нас за глину, и будет у нас работа не очень чистая, не очень аккуратная. Ну, вот наш листочек практически готов. Вот, что можно сделать? Можно, конечно, сделать его зелененьким, можно сделать его еще какой-нибудь цвета. Вот, но я хочу добавить сюда немножко, немножко бежевого цвета, чуть-чуть, вот так вот по краешку я пройду с бежевым цветом. Смотрите, да? И немножечко, вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть в серединку. То есть у меня будет тонированный листочек, тонированный. Он, конечно, не отвечает всем вариациям, которые мы сейчас видим вокруг, то есть зеленые. Это, скорее, можно сказать, уже листок такой, который у нас к осени ближе. Ну, ничего, я так хочу. А вы можете как угодно делать. Вы можете оставить как есть, можете покрасить или что-то еще в этом роде сделать. Вот. А еще черенок, а еще вот здесь немножечко посрединке. Так, ну и маленькая кисточка у нас, маленькая кисточка, и черный ангуб, черный ангуб. Немножечко его убираем, да, чуть-чуть убираем, и начинаем с самого темного. Вот проходим по черенку, по черенку проходим слегка. То есть мы занимаемся тут уже живописью. Живопись ангубами называется, да. Вот можно чуть-чуть попасть вот сюда, вот в прожилочки можно, а можно и не попадать. Смотрите, как вам хочется. Вот если что-то не так, вы, значит, сразу чуть-чуть слегка убираете, убираете слегка, я думаю, что мне вполне хватит. Вот. Ну, а теперь, а теперь можно подумать о том, как же сделать нам улиточку красивой, да, как нам улиточку красивой сделать, чтобы она тоже была у нас похожа на тот листочек, на котором она будет. На котором она будет у нас жить. Берем нашу любимую губочку. Губку берем, да? Так, но прежде, прежде нам надо посадить улитку на листочек, наверное. Или не надо, нет, надо посадить. Я так думаю, иначе потом нам будет очень сложно. Так, как мы сажаем улиточку? Намазываем, да, намазываем. И обязательно, обязательно делаем насечку. Посмотрите. Причем насечку мы делаем хорошую, такую глубокую, диагональную насечку. Вот, буквально вот такую, да? И насечку делаем на листе, куда мы будем сажать улиточку. Вот тоже так сделали насечку. Всю глину отдали обратно улитке. Ничего от нее не забираем. На листики намазываем шликером. На улиточке еще разочек намазываем шликером. И сажаем нашу улитку на листочек. Сажаем. Вот так вот. Как вы ее посадите? Боком, прямо, не знаю, не знаю как. Вот, в общем, но у меня улиточка будет немножечко с поворотом. Вот так головы. Я хочу ее сделать. Ну, а теперь берем нашу, губочку нашу. Берем какую-нибудь контрастную, больше, например, темную, да? Темную ангоп. Вот такой коричневый, темный ангоп. И сейчас будем примакивать панцирь улитки. Самое главное, чтобы на губке не было слишком много краски. Ну, пошли примакивать. Вот так вот мы сейчас ее немножечко вот так вот сделаем. Такой красивой, темненькой. Вот так вот. А то, что касается вот этих вот средних кусочков, я сделаю их беленькими. Я ее немножечко приукрашу. Белый нарядный цвет. Вот, у меня вот так вот будет, наверное, да, украшено. Хорошо, хорошо. Значит, что теперь по шеи можно сделать на улиточной шее? То же самое можно взять вот так вот беленьким ангопом и сделать ее беленькой. Она у нас и так беленькая, да? Придерживаем обязательно пальцем, и когда мы тампоним, обязательно придерживаем пальцем. Вот, чуть-чуть вот так вот мы сейчас ее притампоним беленьким, да? Ну, а что касается самых-самых рожек, самых рожек, вот рожки маленькие, да, вот эти, их лучше сделать темненькими. Тогда они будут казаться более остренькими. Более такими вот. Ну, можно, конечно, и на головке немножко ей что-то там пройтись чуть-чуть, да? Если вам хочется, пожалуйста. Мне вот захотелось. А еще мы берем сейчас черненький ангопик и совсем вот так вот я делаю. Рожки такие вот подсемненные. А сейчас мы из нее лошадку сделаем с темным носиком. В общем, развлекаться, конечно, можно сколько угодно. Развлекаться можно. Если вам кажется, что у нее невыразительные глазки, тогда можно взять и сделать их черненькими. Вот берем так вот аккуратненько, да? Вот они выразительные глазки стали. Под тем шариком, которым мы поставили глаза, глазиков, можно сделать повыразительнее. Можно даже и вот здесь вот что-нибудь вот такое, да? Вот такое что-то сделать еще. Акцентировать какие-то точечки черным. Ну, я вам не советую выбирать. Брать 5-6-7 красок, когда вы делаете. Делайте, сделайте более такую гармоничную, более сдержанную гамму. Это могут быть два зеленых оттенка и белые. Это могут быть голубые. Это могут быть розовые, если есть такая возможность. Ну, а если такой возможности нет, то, друзья, приглашаю вас всех, конечно же, в клуб Прожектор на науку-38, где мы с вами вместе сможем поработать с удовольствием. Вот, когда мы сможем уже встретиться. Если это будет не летом, то приглашаю вас уже в осенью, в сентябре. Приходите. Я думаю, что мы найдем, чем друг друга порадовать, найдем, чем заняться в свободное время ваше. Так что буду рада вас видеть в нашей студии изобразительного искусства и керамики молодежного клуба Прожектор по адресу Проспект Науки, дом 38. А на сегодня всем спасибо и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok